Детский юмор Детский юмор На выходных родители ездили на червак Они не хотели брать меня с собой И поэтому сделали мне манту У моего папы есть суперспособность Переключать каналы силой мысли Но это он так думает Мы просто ему не говорим, что сидит на пульте Согласитесь, в каждом классе был мальчик Который одинаково пахнет до и после физкультуры Так вот, у нас в классе это девочка Не понимаю, когда люди говорят, что идет солнечное затмение И идут смотреть его У нас на физкультуре каждые пять секунд солнечное затмение Когда толстая одноклассница прыгает на батуте География — это странный предмет Учительница меня спросила столицу Японии Я чихнул, и она поставила мне пятерку Когда вырасту, хочу встречаться с продащицей цветов Чтобы не заморачиваться и дарить ей цветы сразу деньгами А еще в будущем я хочу стать архитектором И строить умные дома Но есть проблема Если я построю умный дом в Черчке То через пару недель он сам переберется в Ташкент Всем пока, до новых встреч, друзья Кто такой кондитер? Кондитер — это такой повар, чтобы готовить сладости Кондитеры, они выпекают всякие тортики, булочки, кексы Человек, который готовит сладости Кондитер — это такой человек, который делает много сладостей А то и сладости бедет А какую сладость ты любишь больше всего? Мороженое Ну, конечно же, мороженое и киндер Чего делают? Шоколад Соколадный троп Итак, Мирософ подготовил для вас загадки Сейчас он будет вам рассказывать Ваша задача — просто угадать, что за слово он загадал Понятно? Это состояние любого живого организма При котором он в целом и все его органы Способны полностью выполнять свои функции Всемирный день его отмечают ежегодно 7 апреля, начиная с 1950 года Это нормальная функция на всех уровнях биологических процессов Которые способствуют выживанию и воспроизводству Это отсутствие болезней, болезненных состояний и изменений Это? Кто это? Это иммунитет Его можно разделить на физическое и психическое Физическое закаляется специальными упражнениями, занятиями, спортом И соблюдением правил гигиены А психическое во многом зависит от вас, родителей Не кричите на малыша Это разобрет в нем только страх и ношение психики Но уж никак не хорошие манеры Кто ты? Это величайшая ценность, которую нельзя купить ни за какие деньги Дальше? Дальше нет Все? Да Это? Кто это? Кто это? Это кто-то? Что-то Это здоровье Правильно, это здоровье Пусть здоров Спасибо Обычно на заборах пишут Маша плюс Саша равно любовь А у нас Салим плюс Камила равняется хорошее настроение Встречайте Салим Рустамов и Камила Юсупова Всем привет! Сегодня мы не просто так объединились в дуэт Мы хотели бы рассказать и показать, что мальчики и девочки Девушки и парни, мужчины и женщины мыслят совершенно по-разному А значит, их фразы значат совсем то Не то, что мы слышим И так женско-мужской переводчик Сейчас Камила будет говорить фразу, а я буду ее переводить Да Скорее да, чем нет, но это не точно Нет Скорее нет, чем да, но это тоже не точно Ну, может быть Нет Я буду готова через минуту Разувайся, раздевайся, включи телевизор и жди Это платье меня полнит? Лучше скажи, что я самая красивая, самая стройная, хоть с трудом влезла в это платье Нам нужно Я хочу Я не кричу Я кричу Делай, что хочешь Братан, лучше ничего не делай Я ничего заказывать не буду Я только у тебя чуть-чуть попробую Я съем половину твоей еды, так что даже не рассчитывай на естся У меня есть подруга Она умная, добрая, хозяйственная Ой, страшная Ты меня любишь? Сейчас я буду просить у тебя что-то очень дорогое Я не понимаю, зачем нужно покупать этот iPhone X аж за тысячу долларов? Купи-купи-купи-купи-купи-купи-купи Нам нужно поговорить Тебе конец Ой, все Тебе конец Купи хлеба Купи молоко, сыр, что-нибудь сладенькое Ах да, чуть про хлеб не забыла Всем пока, с вами был Салим и Камила До новых встреч! Зачем на свадьбе торт? Чтобы жених и невеста разрезали его Чтоб его кушали И, конечно же, самое главное, чтоб с ним сделали селфи, потому что он красивый Слово есть Ну, чтобы люди кушали Чтобы всем досталось, потому что он красивый Если бы не было торта, то свадьбы тоже бы не было Почему взрослые не едят торт в конце праздника? Потому что они уже наелись Поели шашлык, там всякие салатики и другое многое, горячее А на торт у них места в животе не хватает Если бы они сели, то бы они не оставили малышам Потому что дети все съедают Потому что детям их отдавают Если взять две палочки Твикс и одной откусить половину То получатся братья Болтаевы Встречайте, и Зет, и Девлет Приветствуем все! Привет всем! Это мой брат Девлет А это мой брат Изет В прошлом выпуске мы читали вам свои плохие детские шутки Но на самом деле за это время их накопилось ну очень-очень много Поэтому плохие детские шутки, часть вторая Под ваши аплодисменты! Что татарин поставил себе на окна? Что поставил? Решатки! Какой конфетой пишут грузинские дети на доске в школе? Какой? Карамелом На каком музыкальном инструменте играет тренер сборной Узбекистана по футболу? На гитаре, что ли? На бабаяне Как родители без фантазии назвали своего кудрявого сына? Не знаю, понятия не имею Кудрат Как зовут Дихканина, у которого вместо руки железный протез? Как? Трансфермер Как зовут самую страшную девочку во дворе? Как же? Снежинка Почему? Потому что такой, как она, больше нет Что будет, если засунуть кота в морозильник? Замерзнет, наверное Не останется места для мороженого А что будет, если засунуть кота в микроволновку? Не знаю Появится место для мороженого Какого роста сын хозяина лаваш-центра? Какого? Ровно метр Что сказала цыганка, когда у нее украли ребенка? Не знаю Ммм, семь-один Что будет, если залить в ружье топленый кефир? Что будет? Получится заряженка С вами были и Дед и Девлетт Мы рады вашим улыбкам Будьте с нами Назор ТВ Почему не бывает чипсов со вкусом сгущенки? Потому что чипсы только соленые бывают Сгущенка только не сгущенкой Чипсы вкусы, но с другими А чипсы-то ведь соленые А соль со сгущенкой Это ужас какой-то Потому что они с огнем Глаз с огнем и бусы не с огнем Будет невкусно Сколько нужно съесть сладкого, чтобы все слиплось? Ну, наверное, грузовик-то целый Пять Пять чего? Коробок? Нет, не коробок Тонну, наверное Миллионов Толтов Валерийный, соль, волосы Это все слиплось Что бы ты сделала, если бы попала на шоколадную фабрику? Я бы кушала сладкое Ну, я бы сначала посмотрела, как там делают шоколад Потом я бы начала все пробовать, ну, понемножечку Потому что мне много сладкого нельзя Готовила бы сладости Съела-съела шоколадку Взяла шоколады и всех угостила Кто-то когда-то сказал, что сильным она не нужна А слабым она не поможет Так, хороший вопрос у тебя Можно вторую подсказку? Ее благосклонность согревает, радует, дает силы и уверенность Благосклонность А может это любовь? Нет, сладкая? Это с едой что-то связано? Нет Так, хорошо Это можно кушать? Нет Трогать можно? Живой? Нет А может третий вариант? Берет и падает на нас с неба Судьба? Нет Дождь Лазить с этой особой было бы совсем неплохо и даже полезно Что? Еще раз, пожалуйста Лазить с этой особой было бы... Лазить? Дружить с этой особой было бы полезно Было бы совсем неплохо и даже полезно А, удача может быть? Правильно Хорошо Как поется в одной песне, лучшие друзья девушек это бриллианты Встречайте, бриллиантовая рука нашего проекта Мадина Юлдашева и ее лучшие друзья Фарис Ахмедов и Самуэль Зингерман Всем привет, с вами Самуэль, Мадина и Фарис Все очень просто, девушка сдает экзамен на водительские права Под ваши абудисменты Так, я готова, можем ехать? Так, подождите, а что у вас с рукой? А, да это я утром сгущенку рукой елала Вот она и липкая Да подождите, я не про эту руку, а про сломанную Ой, да вы не переживайте, у меня просто кости какие-то несговорчивые У них все никак не срастется А вы вообще экзамен сдать сможете? Конечно смогу, мы вот так будем ехать У меня рука загорять не будет Ну ладно, тогда пристегните ремень Вы тоже Я инструктор, мне можно не пристегивать Нет, я сказала ремень Да мне неудобно Пока не застегнете, никуда не поедем Ладно, ладно Все, поехали, трогайте У вас температуры нет Да не меня трогайте, а машину Хорошая машина Да поехали уже Девочка моя, в этой жизни можно бросить парня Бросить учебу Но сцепление бросать нельзя Поехали Так, я не понял, почему мы остановились Поезд же едет Так он же параллельно с нами едет Поехали Так, что это за знак? Главная дорога А это что за знак? Знак пешехода А вот это что за знак? Какой-то недобрый знак В смысле? Вон, гаишник машет Отчий и младший сержант Зингерман Вы что, мне взятка даете? Ой, в смысле, добрый день Нарушаем? Ничего мы не нарушаем Ага, это мы еще посмотрим Мне срочно нужно в детский мир Новый жезл купить Не подбросите? Ну, садитесь А вы что, тут экзамен задаете? А как вас такой рукой ездить? Это же опасно Да ничего страшного, мне даже не мешает Да я не про эту руку Я просто другую У вас вся рука в возгущенке Ехать будете, еще к рулю прилипнет Товарищ младший сержант Не мешайте нам, пожалуйста Ладно, все, молчу А как у вас сейчас поломанной рукой живется-то? Да нормально, мне даже нравится Место везде уступают Сумками помогают В маникюрном салоне 50% скидку сделали Собаку дразнить могу Орла дикого приручила Кожа теперь не львет Лайки всем ставлю Девушка, не отвлекайтесь, пожалуйста Давайте продолжим экзамен Итак, девушка, последний этап экзамена Если вы сейчас правильно припаркуетесь То я поставлю вам зачет И вы получите водительские права Давайте Только я сама не могу Я привыкла, что мне помогают парковаться Я помогу Давай, давай, еще, еще, еще Давай, давай, еще, еще, еще Еще, давай, давай, давай Стоп Авария у нас Я же говорил, что нарушаете Всем спасибо С вами были Самуэль, Мадина и Борис Всем пока В нашей передаче появилась новая рубрика Пришелайте видео с участием вашего ребенка На этот номер в Телеграм И в следующем выпуске Мы покажем именно ваше видео ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Выпрямись, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok